а саламу алейкум приветствую всех зрителей подписчиков канала казахстан сегодня друзья в сегодняшнем выпуске не бы хотелось с вами поговорить о той нашумевшей теме на западе нашей республики вот там в монастау тот эпизод после одной из фотографий молодого человека экспата да там арабской национальности так образно говоря после которой начались настоящее волнение гонение экспатов иностранной рабочей силы там вот непосредственно на западе в мага стал друзья это уже не первый случай когда вот под раздачу подпадают так скажем иностранцы вот экспаты там попадали арабы попадали индийцы и т.д. я сам лично около более года работал в городе отрау в одной из компаний и моими коллегами было большое количество индийских работников рабочих которые приехали туда вот именно выполнять те иные или иные задачи работы и я могу сказать вот по крайней мере возможно мне так повезло что вот среди моих коллег индийцев не было вот таких вот ублюдков честно вам скажу более того у меня один мой хорошего друга я там приобрел акшай сатишварма с которым я общался и здесь в алмате с который приглашал меня в индию мы в индии классно общались то есть он меня встречал это было все супер более того акшай очень порядочный и культурный молодой человек и никогда не позвал вот я ни разу не видел не то что его вот вот мои коллеги вели себя всегда очень достойно очень культурно и порядочно каких-то высказываний не то что действий в сторону допустим коренного населения казахов в частности от ираусской области от рау и т.д. я никогда не видел и не слышал но в тот же момент друзья хочу вам сказать такую вещь давайте предположим я вот был удивлен этому просто кто приезжает сюда в казахстан вот на работу вот из иностранных граждан есть две категории друзья вы должны это понять первая категория это так скажем руководящий состав а это те должности которые допустим не осилит здесь местные ребята не хватает образования не хватает опыта не хватает знаний вот именно для этих должностей и поэтому допустим приглашается допустим на странные не на странная рабочая сила есть такая вторая категория людей люди без высшего образования люди недалекие по большому счету честно вам скажу и там очень много вы знаете вот мразоты много вот я вам буду говорить честно и откровенно люди которые себя ведут очень и очень некрасиво и по отношению не только по отношению к девушкам но и по отношению к мужчинам мужика очень некрасиво пренебрежительно есть такое есть но давайте друзья копнем вот вот почему именно вот я говорю я вот несколько причин вижу почему именно они так относятся потому что во первых люди сами по себе это вот отбросы по большому счету только своей какой-то страны которых у себя на родине ничего не светит и не светит только вот в таких вот дальних дальних зарубежек зарубежья вот таких командировках вот такие люди приезжают естественно уровень их культуры и порядочности порядочности но не такой высокий это во первых во вторых эти люди видят прекрасно как относится к нам гражданам своей республики государства правительства до исполнительные органы законодательная власть судебная власть они прекрасно видят как к нам относятся вышестоящие органы к мужчинам и женщинам они видят огромный процент проституции среди наших казахских женщин девушек казахстана друзья они видят большой процент домашнего насилия они видят то что мы не уважаем своих женщин что мы их бьем что мы постоянно бухаем я говорю не о всех я говорю о том что они видят друзья разве это не так посмотрите на домашнее насилие оно огромное убивают бьют наши женщины испытывают огромные допустим вот лишения и унижения от нас же самих от мужчин я беру в общем сколько самоубийств на этой почве сколько разведенных семей на этой почве сколько допустим мужик пришел домой бухает ничего не делает бьет жену бьет детей а жена его работает его на эти деньги опять же пьет они это все видят и естественно эти нехорошие люди себе позволяют очень многое очень многое против не против отдельно женщин а против нас так может быть это мы сами виноваты в том что происходит может быть это чей-то такой план друзья сделать так допустим унижая нас оскорбляя нас ведь это не они это все начали они просто по большому счету видят и свидетели этого всего и пытаются в меру своей воспитанности в меру своей порядочности 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 они вот такие вещи вытворять еще раз повторяю друзья сюда к нам в большинстве случаев экспаты приезжают такие люди которым у себя народе ничего не светит это нужно понимать но также нужно понимать что мы сами виноваты в том что они нас ни во что не ставят здесь они ни во что не ставят наших женщин потому что мы их ни во что не ставим этого забывать ни в коем случае нельзя также конечно же огромную так скажем лепту во все это внесло та ситуация которого вообще творится вот наше правительство то игра на межнациональной розни вот вот что происходит после этого когда ты ты заигрываешься вот с такими темами это во первых во вторых нужно еще понимать что огромное количество организаций так скажем да заинтересованы где стабилизации внутренней политики казахстана и любую любую возможность они используют именно для этого чтобы здесь у нас какая-то хель произошла произошла и чтобы они могли на этом получить свои дивиденды им плевать им лишь бы воспользоваться всем чем угодно это вот вот такая вот тема еще друзья я хочу чтобы вы также обратили на одну вещь внимание знаете у меня складывается такое впечатление что мы граждане казахстана можем вот так вот наезжать показывать свое недовольство исключительно слабым соперником вот если будет кто-нибудь посильнее вот тут мы вот сидим поджав хвост ничего сделать не нужен а допустим вот такие вот экспаты за которых ты никто там вообще не впрягается по большому счету мы толпой их побить одного человека это хохо за милую душу что это за стадный рефлекс я не по ребята запад я знаю вас многих там ребят вы конкретные красавчики ну что это за стадный эффект вообще а ребят где наша честь вы думаете что это нормально толпой накидываться на одного человека да будь он 700 тысяч раз не прав вызовите его раз на раз я знаю что у вас там есть пацаны грамотные которые щелкнут кого-либо кого угодно но зачем толпой зачем это что мы мы чуть звери или неужели вы думаете что эти экспаты настолько сильнее вас что вы каждый из вас там раз на раз не у не выйдет чё это пацаны это мне было стыдно смотреть на эти кадры ужасно стыдно знаете есть такой один из романов не помню как называется бориса акунина это приключение эраста фондорина в японии так вот там в одном из эпизодов вот раз петрович фондорин попадает в какую-то неловкую ситуацию где участвует допустим там один японский ниндзя так скажем да и что-то он такое нехорошее делает против эраста петровича фондорина и тогда один из японцев кричит ему зачем ты так делаешь ведь тогда про нас про японцев про японию будут думать плохо за границей и этот ниндзя останавливается и перестает делать вот эти плохие вещи только ради того вот у меня заиграла намаса намас что его стране будут думать плохо за границей когда друзья мы начнем думать в такой же плоскости потому что национализм это как фашизм что мы сейчас думаем о гитлере мразь конченая вот чем о нем думаю что мы думаем о расистах мрази кончены вы чё думаете друзья что о нас теперь вот вот с такими националистическими движениями будут думать там за границей что-то хорошо о казахах а казахстане будут хорошо думать да нет ни в коем случае мы сами довели своих женщин до этого а теперь ходим и предъявляем кому-то еще разве они заставляют их быть проститутками нет мы мы их заставляем быть проститутками мы никто более и вот это надо понять и еще друзья вдобавок у меня была целая серия выпусков о беспределье федерации вольной борьбы женской вольной борьбы о том что там устроила манюрова вице-президент о том что там устроил конченый сашок мешок колыванов когда они избивали нашу девочку избивали материли оскорбляли нашу айжан и смогулову это было почему мы казахи где вы где вы где вы почему до сих пор никто и ничего не предъявил почему я один здесь стою ору кричу меня все спрашивают в комментариях постоянно что там с манюровой сула что там с манюровой друзья да меня никто нахрен не поддержит всем плевать потому что там их хорошо крышуют и вы говорите что вы там идете такой толпой бьете там кого-то а когда вот действительно есть серьезный соперник есть серьезное оскорбление нас это это жанна смогулова она нифига не проститутка она та девушка которая прославляет нас когда наш казахстан и таких девчонок много и против них действительно происходит вот такие вот оскорбления унижения избиения гражданином российской федерации не просто тут местным почему почему молчим где вы сильные где вы отважные почему молчим вот в чем дело мы можем вот я создается впечатление что мы можем конкретно наехать на тех кто за себя постоять не сможет а те кто нам могут воткнуть по самое не хочу вот тот мы молчим закрыв рот правильно ли это а где там казахстан нам са где там которые кричат где вы где вы нет у вас потому что боитесь знаете я специально специально делал эти выпуски вот это вот здесь будут ссылочки смотрите я надеялся что вот парни мужской сборной по вольной борьбе либо со сборной греко-римской борьбы я думал очень надеялся но какой-то степени что подойдут и хотя бы предъявят этому колыванову подойдут и хотя бы предъявят этой манюровой есть вот нет никто ничего не сделал стыдно должно быть и пацаны вольники я сейчас обращаюсь к вам вы знаете что я прав вы не то что за хорошо но вы испугались испугались проверить правду моих слов если бы не боялись бы вы бы все же связались бы с айжану смогу вы спросили бы ее а правда ли это или нет если бы вы не боялись вы подошли бы и колываном из колебле и опыта ты чё там и мучишь реально что ли кто-то там а он сейчас ходит в ус не дует и ничего не боится поэтому я вам пацаны говорю вольникам и нам скайда вы что думаете вообще в принципе вы должны понять одну простую вещь то что вы делаете это легко легко вообще абсолютно ходить каждый день и тренироваться ходить каждый день и истязать себя потом завоевывать какие-то медали если получится это легко набраться духа и вот эту тему качать вот это вот сложно вот это вот по-настоящему делает батыра батыра а вы этого не делаете поэтому я вам говорю то что вы делаете это легко а пойти реально за правду качать вот здесь вот сложно но теперь я к тебе обращаюсь колыванов мешок и блять я обращаюсь к тебе я обращаюсь к тебе манюрова не думай не думайте что я на этом закончил нет я просто-напросто жду когда вы оба оступитесь вы оступитесь и тогда я за вами приду я жду когда ваши покровители которые вас крышуют я не знаю их имен я жду когда они от вас отвернуться конечно что это пошли они нахер сейчас манюрова колывана сука сейчас ветер перемен вы это должны знать и этот ветер затронет и вас и когда он придет к вам я к вам приду и вот тогда манюрова придется ответить на все мои вопросы они тарятся и отключать свой телефон тогда колыванов ты будешь сука ходить и не будешь бухать здесь и думать то что наших девчонок здесь можно спокойно избить и они держатся за свою зарплату держится за свое место и будет все нормально нет уж дядя вася подожду я подожду этого и ты по-любому ответишь ответишь сука на свои слова понял вот такой вот эмоциональный выпуск у меня получился это мое мнение о том о той раздутой ситуации которая творится в магистал нас просто-напросто подставляют нас просто-напросто кидают под танки те люди которые хотят воспользоваться любой ситуации чтобы ввести дисбаланс в казахстане любой любой поверьте мне это провокации и ничего больше а если вы любите казахстан то хорош бросаться толпой на одного человека и избивать его хорош каждый из вас отраутся я знаю вы духовитые пацаны вы можете раз на раз с любым там выйти я говорю не просто отрау все могут в особенности запад я от вас в шоке пацаны но то что вы делаете толпой на 1 да еще и под такими конченными лозунгами кого вы слушаете пацаны это же все блин это же мрази которые хотят на вашей шее из-за вашей крови из-за вашего здоровья и смерти только наловиться ничего больше я хочу чтобы вы это понимали друзья до этом наш выпуск подошел концу жду ваши гневные комментарии постараюсь ответить на все сообщения обязательно подписывайтесь наш канал ставьте пальцы вверх с вами был сула всем пока ассалам алейкум арифедорчи